Приветствую вас! Позвольте ответить вам с точки зрения профессиональной психотерапии. И надеюсь, что вы будете достаточно благоразумны, чтобы воспринять мой ответ адекватно. Начнем, пожалуй, с того, что в вашем тексте расслеживается несколько противоречий. Их противоречий достаточно серьезно. Ну, одно противоречие. Вы пишите, мне хочется быть энергично рядом со своим мужчиной, заряжаться своей безумной энергией, но у меня энергии очень мало, я обычно вялый, и рядом с ним он все время жива. То есть, если вы все время вялое, то откуда может тогда взяться безумная энергия? То есть, если вы называете свою энергию безумной, то, наверное, она, ну, должна как-то проявляться, согласитесь с этим. Если она не проявляется, если она не проявляется, если вы вялое, значит энергии нет. Да, она не безумная энергия. То есть, тут мне вот постановка вопроса вашего непонятно. Дальше. Вы пишите, мне хочется быть энергично рядом со своим любимым мужчиной. Любимым мужчиной. То есть, понимаете, здесь уже идет искажение. искажение вас, как личности. То есть, вы либо являетесь энергичной по сути своей, либо нет. Либо вы энергичная, либо нет. И если вы энергичная, то вы энергичной будете всегда. Везде. Со всеми людьми. А не только со своим мужчиной. Вот. Если вы не энергичная, то вы, соответственно, не энергичная будете всегда. И это нормально. То есть, это нормально, что вы не можете быть энергичными, ну, с людьми. Потому что не все могут быть энергичными. Не у всех есть ресурс для этого. Это нормально. Слушай, это тоже нормально. Нормально, что не у каждого есть такой ресурс. Но, когда вы хотите быть энергичными с кем-то, это означает, как минимум, что вы не хотите быть естественными. Значит, вот. Вы не хотите быть естественными. Если вы не хотите быть естественными, то есть все основания полагать, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. Если вы хотите быть энергичными рядом с мужчиной, то, скорее всего, вам захочется чего-то взамен. То есть, скорее всего, вы захотите, чтобы он как-то, может быть, ценил то, что вы делаете для него. Он давал, допустим, какую-то обратную связь вам. Вот. И так далее. И так далее. То есть, сведете отношения вы таким образом на минимум. к стремлению выполнить роль. И, соответственно, к неестественному поведению. Да? Дальше. Понимаете, то, что вы вялое, то, что вы вялое, сами по себе, да, говорит о том, что энергия ваша израсходуется неверно. Неправильно. Неправильно. Неэкономично. То есть, вы ее... Пратите, он, свою энергию. Нерационально. И, у этого, у этого, безусловно, есть свои причины. То есть, нужно начать с того, чтобы более качественно, более качественно заботиться о себе. То есть, более бережно относиться к своему ресурсу, который у вас есть. Подсмотреть, на что он, этот ресурс тратится. Так? Вот. Ну, изучите этот момент, на что я трачу, грубо говоря, да, свой ресурс. На что я его трачу, куда я его трачу, трачу. Вот. И так далее. И это уже, это уже послужит вам началом. Послужит началом для того, чтобы вы смогли не быть вялой вообще, да. Что вы смогли быть активной не только с мужчиной, да, но и вообще везде со всеми людьми. Ну, понимаете? Дальше. Дальше. Нельзя этого делать. То есть, нельзя хотеть быть энергичной только с мужчиной. Нельзя. Потому что, получается, что вы действуете для него, но не действуете для себя. Отношения, да, в том числе, отношения качественные, отношения здоровые, они не строятся так. Здоровые и качественные отношения выстраиваются на безусловном принятии человека. То есть, вы не можете просто взять, да, и начать, например, насильно менять себя, допустим. И стремиться насильно менять его. Это так не работает. Понимаете? То есть, от этого никому не будет хорошо. Ни вам, ни ему. По сути, дело. Поэтому здесь, скорее всего, здесь, есть ваш определенный интерес. Ведь вам это все для чего-то нужно. Задайте себе вопрос. Для чего я это делаю? Почему я это делаю? То есть, почему я так хочу быть со своим мужчиной энергичным? Ведь самое же главное в отношениях это комфорт. Самое главное, чтобы в отношениях человек чувствовал себя естественно. Вот. А если для вас естественно чувствовать себя вяло, то, знаете, сама постановка вопроса, да, что вы вялое. Это уже оценка. То есть, это субъективная оценка. Кто сказал, что вы именно вялое? Может быть, вы не вялое. Может быть, эм... Ам... Ну... Может быть, эм... Для вас это нормальная позиция. Может быть, для вас это норма... Нормально. Быть не то, чтобы вялое, да, а просто, ну, просто вот... Чтобы быть просто такой, ну, не очень активным. У людей ведь разные темпераменты. Вот. Это нормально. И если вы будете себя мучить, если вы будете себя пытаться как-то, ну, например, переделывать, да, то опять же, опять же, да, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, вы будете уставать, вы будете чувствовать еще большую потерю энергии и так далее. Вот. С другой стороны, с другой стороны, чтобы не чувствовать себя вялое, да, вот именно, чтобы не чувствовать себя вялое. То есть, вам нужно заниматься тем, что вас интересует. То есть, вам нужно раскрываться самостоятельно. Не через других людей, да, не на других людей ориентироваться. Вот. А именно раскрываться самому. Именно делать что-то для, ну, может быть, для себя. Вот. В первую очередь. Не для других, а для себя. Вот. И, возможно, тогда вам будет лучше. Возможно, тогда вы будете чувствовать, эээ, ну, большую энергию. Возможно, тогда вы будете чувствовать, эээ, себя лучше. И уже этой энергией будете делиться с другими людьми. Да? Вот. Но вы это будете делать не по принуждению, не по принуждению, как сейчас. И не по необходимости, как сейчас. А вы это будете делать просто потому, что вам, ну, этого будет хотеться, например. Или у вас будет просто чем поделиться, например. Вот. Вот. Вот это, мне кажется, это куда более, ээ, такой, ээ, ну, позитивный аспект. Куда более, ээ, жизнеспособная позиция. Куда более, ээ, полезная для, вот, например, в том числе вас, да. Эээ, эээ, форма работы с энерги... с энерги... с энерги... с энергичностью, ээ, чем то, что вы сейчас, ээ, предлагаете. И чем то, что вы сейчас хотите. Вот. На мой взгляд, эээ, ну, вам на это нужно обратить не надо. Дальше. 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 Эээ, то же самое относится и к вашему молодому человеку. Вот. Эээ, в том смысле, в том смысле, что не нужно его зажигать. Понимаете? Эээ, в том смысле, что мужчина, он сам, он сам позаботится о себе. Понимаете? То есть, ну, если, если это, если это, вот, эээ, взрослый человек, да, то он сам о себе позаботится. Он, эээ, сам способен о себе позаботиться, если это взрослый человек. Не, ну, не нужно, эээ, не нужно его, эээ, значит, эээ, как-то, вот, заряжать энергией. Да, потому что, с одной стороны, это ему даёт понять, что с ним что-то не так. И что он вот такой, что ему нужно, там, ну, грубо говоря, помогая, да, там, что-то ещё. Вот. А, с другой стороны, с другой стороны, это накладывает отпечаток определённый на него. Да, то есть, ну, никому не приятно, что если, там, допустим, с тобой, да, ну, так обращаться. То есть, ну, с тобой ведут себя так, как будто, эээ, с тобой, вот, что-то, ну, что-то не так. Поэтому заряжать его, это не ваша ответственность, а его. И необходимость, чтобы вы разграничили, разграничили ответственность за себя и за него. Вот. Это сделать необходимо. То есть, необходимость, чтобы вы отличали, чтобы вы отличали себя от человека, да, ну, от другого человека. Чтобы вы понимали, что вот это я, и я такая, а вот это он, и он такой. И это нормально. Понимаете? То есть, у вас ведь сейчас, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ такую принужденность, это прям вот чувствуется, что вы принуждаете себя, что вы, может быть, даже где-то как-то вы тягоститесь отношениями, вот это, вот это по-настоящему тревожное и нежелательное, потому что, еще раз повторяю, да, отношения, это счастье, тяготиться отношениями нельзя, не нужно, да, то есть отношения это выбор, а у вас получается какая-то такая несколько странная позиция, что это труд, вот, это может быть трудом, это может быть трудов с трудом, когда, например, вы, допустим, стали бы мужем и женой, вот, это могло бы быть трудом, но это не может быть трудом сейчас, вот, поэтому вам этот аспект лучше для себя принять, вот. Так, значит, что еще, он все время со мной зевает, ну и что, как стать энергичнее, да, ответил на этот вопрос, как зажечь его, тоже на этот вопрос ответил, то есть, понимаете, все должно происходить естественно, естественно, все должно происходить естественно и все должно делаться для другого в отношениях, то есть вы не можете просто брать и вот только потому что человек зевает, да, пытаться быть энергичнее, потому что человек, опять же, либо принимает вас такой, какая вы есть, либо нет, иначе это все просто сведется к перечислению определенных заслуг перед, ну, друг другом, типа вот я для тебя что-то делал, а делал, а вот ты для меня там что-то делал, а я там для тебя, ради тебя терпел и так далее, вот, то есть ничего хорошего в этом нет, подумайте, подумайте, подумайте об этом, на этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok